Христос воскрес, братья и сёстры! Присаживайтесь. Текст Священного Писания мы прочитаем послание апостола Павла евреям, глава 10, будем читать с 1 стиха и ниже. Послание апостола Павла евреям, глава 10, с 1 стиха. Павла евреям, глава 10, с 1 стиха. Напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Божию». Сказал прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, который приносится по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, «Вот иду, исполнить волю твою, Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе». По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесной Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано, «Вот завет, который завещеваю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконие их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношения за них». Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путём новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Примерно полгода назад мы с семьёй были в городе Стамбуле, в Турции. Проходя по одной из улиц на окраине города, я обратил внимание на одно место, площадку, и там висела табличка, довольно-таки пространное место. На ней было нарисовано овечка, и было написано слово «курбан». Это переводится как «жертва». Перед праздником Курбан-Байрам, то есть праздник жертвы, на это место привозят крупный и мелкий скот. Многих животных привозят для того, чтобы принести в жертву. Они должны быть без изъяна. Считается, что, принося жертву в этот день, человек искупает все грехи перед Богом. После жертвоприношения одну часть оставляли себе, и одну часть непременно должны дать бедным людям оказать милосердие, сострадание. Ну и что-то приготовить в праздничный обед или ужин. Когда мы читаем библейские тексты, мы видим, что израильский народ в Ветхом Завете имел законы о жертвоприношениях. Был установлен закон о жертвоприношении именно самим Богом. Слово «жертва» на иврите «корбан» или «корван» мы говорим, оно понималось прежде всего это дар Богу, потому что перед Господином и Царем никогда не переставались с пустыми руками. И второе значение очень важное, послушайте, оно означало то, что приближает к Богу. Бог свят, и ничто не могло нас приблизить, только жертва, которая должна была приблизить к Богу. В этом тексте апостол Павел хорошо знал, что евреи, которым он писал, были сильно привязаны к левицкому домостроительству и жертвоприношениям по закону. Павел ставит своей целью показать первое – несостоятельность левицкого священства и несовершенство вот этих жертв, приносимых по закону. И вторая важная мысль, о которой мы читаем, он возвышает и возвеличивает священство Христа и совершенство жертвы Христа. Итак, тема моей проповеди, которой хотелось бы поделиться – «Христос – совершенная жертва за грех». Первое, о чем хотелось бы вкратце нам порассуждать, и прежде чем будем совершать вечерю, я хотел бы сделать, вот на основании Слова Божия, первое определение, что Павел показывает в этом тексте несовершенство ветхозаветных жертв. В книге пророка Михея, 6 глава, 6-7 стих, мы читаем такие слова. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнам или несчетным потоком елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плоть шрева моего за грех души моей? Поистине вопросы серьезные. С чем мне предстать за грех души моей пред Господом? Что может приблизить меня к Святому Богу? Что может умилостивить Бога за мои грехи? А ведь написано, все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Возмездие за грех смерть – так говорит Слово Божие. Чтобы немного освежить наши памяти, я приведу пример из книги Левит, как происходило очищение сынов Израилев от всех грехов. От всех греховых однажды в году они собирались. Собирался народ у скинии собрания, и Моисей сказал Аарону, что не каждый день ты можешь входить в святое святых один раз в год. Так вот, с чем предстал Аарон, должен был предстать и приблизиться к тому месту, где находился ковчег Завеса, за завесой ковчег Завета, где присутствовал сам Господь. И к этому месту он должен был, прежде всего, принести жертву за грех свой, за себя и за дом написано, свой. Заколит теца и внесет кровь его за завесу, то есть там, где находился ковчег. Это место присутствия Бога. Покрупит перстом своим на крышку семь раз и очистит себя и дом свой. Две жертвы за народ. Два козла. Один для Господа, а другой для отпущения. И вот первая жертва, первый тот козел, он должен был, его закалывали, брали кровь, и тоже вносили, священник Арон вносил туда, в Скинию, и в Святой Святых, где ковчег, и тоже окроплял крышку ковчега. И когда он это делал, еще остался жертвенник, там, где перед Завесой малый жертвенник, который тоже нужно было окропить. выходил к небольшому этому жертвеннику и очищал кровью тельца, который уже принес жертву, и кровью козла. На роге жертвенника кропилась кровь. Семь раз. Совершив вот это очищение святилища, он возвращался, и к нему приводили вот этого второго козла. возлагались руки на него, и звучало исповедание, исповедание за грехи, беззаконие и преступление всего народа. И когда вот эти руки держались над жертвою, позже этот козел уводился другим человеком в пустыню, то есть удаление грехов. Вот так символически совершалось служение очищения. Но все эти жертвы, которые приносились, они были и жертвы всесожжения, и жертвы повинности. Вы знаете, один человек пытался посчитать, сколько в год приносило жертв. Ну, это примерно полторы тысячи. Полторы тысячи жертв за год. Но что самое основное, все эти жертвы не могли сделать самое главное. Очистить совесть, изменить внутреннее состояние грешника, оставалось сознание греха. Невозможно написано, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Послание евреям, 7 глава, 19 стих, мы читаем, «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». И вот об этой лучшей надежде апостол Павел в этом послании написал и указал «Христос». Ничего другого. Только Христос и жертва за грех. Вот именно Иисус Христос. И последнее, второе, хотелось бы сказать, что Христос есть совершенная жертва за грех. Сюда нечего уже добавлять. О нем сказано, Он однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею. И это было по воле Отца Небесного написано. Не благоволил Отец Небесный к этим жертвам, всесожжениям, которые приносились по закону. Потому что эта кровь не могла очистить совесть человека грешного. Именно воля Отца Небесного была в том, чтобы пришел Сын Божий на эту землю. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. То есть было тело уготовлено для этой жертвы. Жертва совершенная по воле Отца. Евреев, 9 глава, 14 стих. Посмотрите внимательно на этот стих. «То коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного, Богу очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Я хотел бы немножко, чтобы мы обратили на вот это слово «принес себя непорочного». Это очень важно, братья и сестры. Очистить грешника может только чистая кровь. Он был жертвой за грех, и он был непорочен. Второе, очень важно, в этом стихе сказано, чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Не просто получить прощение, но чтобы мы стали служить Богу. Уже не находились неведения, но имели вот это прощение, стали служить Богу живому и истинному. И самое главное, что происходило благодаря жертве Иисуса Христа, это внутреннее освящение. Кровь тельцов и козлов освящает, написано, дабы было чисто тело. Но жертва Христова, она очищала совесть человека грешного. По сей это воле освящены единократным принесением тела Иисуса Христа. И вот эта жертва, она является совершенной. Совершенная жертва Иисуса Христа, она также открывает вход в святилище. Если раньше раз в год священник приставал перед Ковчегом Завета, то на сегодняшний день именно жертва Иисуса Христа открыла нам вход для общения с Отцом Небесным. Каждый из нас теперь может у себя в комнате или на всяком месте склониться и обратиться к Господу благодаря жертве Иисуса Христа. Этот доступ мы получили именно благодаря драгоценной крови Иисуса Христа. Слово Божие говорит, что мы уже не чужие, но свои Богу. И поэтому, когда в этом послании Павел, как бы, половина этой главы, мы прочитали текст, он напоминает, напоминает братья. Поэтому, когда вы входите в это общение, приступаете к Святому Богу, приступайте с искренним сердцем, чтобы не было лукавства в сердцах. Приступайте с полной верою, краплением очистить сердца от порочной совести, чтобы совесть наша не судила и мы были свободны. Сегодня тот день, когда мы проверяем свои сердца. Сегодня тот день, когда еще раз звучит слово о жертве Иисуса Христа. И мне сегодня хотелось бы еще раз напомнить всем нам доступ к Отцу Небесному открыт благодаря крови Иисуса Христа. И мне еще раз хотелось напомнить себе и вам не забывать благодарить нашего Господа, потому что ничто не могло нас оправдать перед Отцом Небесным. Единственная жертва, совершенная, непорочная, о которой сказал однажды Иоанн, вот Анис Божий, который берет на себя грех мира. Аминь. Помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok